Сочинские власти, правоохранительные органы и коммунальщики объединяют усилия против недобросовестных застройщиков. В прошлом году правовое управление мэрии направило в суд около 300 исков, по которым получено 54 решения о сносе объектов самовольного строительства. А сейчас в производстве находится 130 дел. Однако даже после решения суда этажи в самоволках продолжают расти, только уже в ночное время. Один из таких объектов в Адлере на улице Петрозаводской. Ранее на эти два земельных участка было получено два разрешения на строительство индивидуальных жилых домов. Но, однако, застройщик нарушил эти разрешения и на обоих земельных участках построил один большой объект площадью застройки 1175 квадратных метров. Нет в этой стройке и паспорта, и неизвестно, сколько еще этажей может вырасти. Впрочем, она такая не единственная. Из суды выносят все новые постановления, вслед за которыми судебные приставы останавливают стройку. А полицейские проверяют, не задержались ли рабочие на объектах. Как правило, это гости из ближнего зарубежья, без разрешения на работу в России. И нередко отыскать их на остановленных стройках несложно. Главный признак – продолжающий расти ввысь этажи. В основном тайно и по ночам. Ваше нахождение в этом объекте незаконно, так как объект строится с нарушением, и вы не имеете права вести здесь трудовую деятельность. Чтобы строить было невозможно в принципе, на время дальнейшего разбирательства коммунальщики отключают воду и электричество. Это стройплощадка жилого дома на улице Петрозаврская отключена. Хорошо, выезжаем на следующий объект. Только с начала марта в Сочи обесточены и отключено от водоснабжения 102 объекта. Впрочем, самоволки, которые уже заселены квартирантами, обещают от коммуникации не отключать, при условии, что у них выполнено правильное водоотведение и канализование. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.